Научный сотрудник музея Елена Афанасьева работает здесь более трех лет. Рассказывает, что в день юбилея военного летчика Митхана Султана планируют демонстрацию обновленной экспозиции. В нее будут включены не только архивные документы, фотографии, но и копии снарядов, которые были на оснащении самолетов во время Великой Отечественной войны. Мы очень тщательно готовимся к предстоящим мероприятиям. Надеемся, что все пройдет на высшем уровне, все будет замечательно. И всем нашим гостям все понравится, все останутся очень довольны. Все экспонаты музея собираются годами, упорным трудом и усилиями многих людей. Это макет самолета Лавочкина, на котором Митхан Султан сбил свой последний самолет в небе Берлина. Сотрудники музея максимально приблизили его внешний вид к оригиналу. Боевые награды, медали, весь жизненный путь дважды героя Советского Союза тщательно исследуются. Крымский татарин Митхан Султан – один из самых известных пилотов Великой Отечественной войны. Он прошел ее всю. Начал летчиком-выпускником военной школы авиации. А закончил командиром эскадрильи в истребительном полку. После Сталинградской битвы к своей профессии летчик получил приставку «АЗ», что значит «мастер воздушных боев». Командование отмечало у молодого пилота настойчивость, упорство, отвагу и отменное владение самолетом. Машину он чувствовал словно самого себя. Сейчас его именем называют улицы, площади, музеи и школы. Человек, который столько сделал, что его работы хватило бы на несколько десятков человек. Начало мероприятий, посвященных юбилею, начнутся в центре Алубки у бронзового бюста «Дважды героя Советского Союза». Музей Митхана Султана активно готовится к празднованию. Но что именно будет проходить в этот день, пока держат в секрете. Обещают, посетители удивят.